Всем доброе утро! В эфире новости. Меня зовут Антон Скаля. О самом важном к столе раннему часу в ближайшие пять минут. Размеры ежемесячной выплаты средств материнского капитала увеличился в Алтайском крае до 10 203 рублей. Эту сумму получают семьи, в которых второй ребенок рожден или усыновлен, начиная с 2018 года. Давайте посмотрим, как жители края распорядились средствами маткапитала в 2019. В 2019 году в рамках реализации программы материнского капитала 9 173 алтайских семьи получили государственный сертификат. Полностью распорядились средствами материнского капитала 11 765 семей. Наибольшую часть из распоряжений составили заявление об улучшении жилищных условий. Свои жилищные вопросы смогли решить 10 760 алтайских семей. Всего по данному направлению в 2019 году семьям перечислили 4,6 миллиарда рублей. Все больше семей используют средства на обучение детей. Так, в 2019 году 1450 семей края потратили на образование почти 81 миллион рублей. Еще одно из направлений семейного капитала – ежемесячные выплаты для семей с доходами ниже прожиточного минимума. Краевым пенсионным ведомствам на эти цели в кредитные учреждения на счета МАМ перечислили 114 миллионов 200 тысяч рублей. Правила получения пенсии на карту изменятся с июля этого года. Теперь все пенсионные и страховые начисления будут поступать на карту МИР. Напомним, что пенсионерам, которые оформляли выплату через банк с июля 2017 года, карту МИР выдавали автоматически. Тем же, кто получал пенсию раньше и через другие платежные системы, МИР оформляли по истечению срока действия прошлой карты. Теперь пенсионеры, которым платят таким способом, должны в обязательном порядке оформить МИР до 1 июля 2020 года. Стоит отметить, что переход обязателен только для тех, кто решил получать пенсию через банки, а не через почту или счет по вкладу. За эту книгу автору сначала отдали сталинскую премию, а затем изымали из всех библиотек и магазинов о непростой судьбе одного из самых известных произведений о войне и Сталинградской битве в нашем очередном выпуске книжного шкафа. Повесть Виктора Некрасова в окопах Сталинграда впервые была опубликована в 1946 году в журнале «Знамя». Описываемые события охватывают период военных действий с июля 42 по февраль 43, когда под натиском немцев части Красной Армии, создавая и оставляя оборонительные рубежи в районе Харькова, отступали за Дон, чтобы закрепиться и сражаться в районе Сталинграда. Именно в этот период Сталином был подписан приказ номер 227 с призывом «Ни шагу назад». За книгу, которую я сейчас держу в руках, автору сначала дали сталинскую премию, а затем ее изымали из библиотек и магазинов. В окопах Сталинграда Виктора Некрасова самая правдивая книга о войне, как называют ее многие критики. Повесть стала одной из первых художественных произведений о Великой Отечественной, написанных непосредственными участниками боевых действий. Она оказалась у истоков целого литературного направления, получившего название «Лейтенантская проза». Так называли молодых писателей-фронтовиков, на собственном опыте познавших окопную правду. Мало кто знает, что прообразом находчивого, верного, смелого, хозяйственного ординарца из книги Виктора Некрасова стал житель Алтайского края Михаил Волегов. После войны Некрасов и Волегов долго искали друг друга, а найдя, переписывались. В 1957-м по книге Виктора Некрасова сняли фильм «Солдаты», в котором сыграл одну из своих первых больших киноролей Иннокентист Мактуновский. В 1971-м Некрасов приехал в гости к своему однополчанину Михаилу Волегову на Алтае в село Бурла. А потом наступили сложные времена. С 1976-го года из-за эмиграции Виктора Некрасова из библиотек стали изыматься все ранее вышедшие книги. В перечне запрещенных произведений повесть в окопах Сталинграда была указана с отметкой «Все издания на всех языках». Знаменитая повесть Виктора Некрасова вернулась к российским читателям только с началом перестройки. Эту и другие замечательные книги можно встретить в нашем книжном шкафу на железнодорожном вокзале. Если у вас есть книги, которые вам больше не нужны, то привозите их в нашу редакцию на Пролетарской 250 или позвоните по телефону 65 22 25. И мы приедем за книгами сами. О самых интересных расскажем в следующих выпусках. Владимир Токмаков, Антон Черевяков. Новости. На этом у меня все. Еще больше новостей ищите на нашем сайте katun24.ru. Субтитры создавал DimaTorzok